В истории России было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Безусловно, самым глобальным и тяжким испытанием для нашей страны и для всего мира за последние десятилетия стал терроризм. Произошло множество террористических актов, унизших большое количество человеческих жизней. Но самым страшным и варварским преступлением, на наш взгляд, был захват школы номер один в городе Беслан 1 сентября 2004 года. Память об этой ужасной трагедии должен сохранить каждый россиянин. Торжественная линейка по поводу Дня знаний и открытия учебного года в школе номер один северо-осетинского города Беслан должна была только начаться. На площади перед школой собралась огромная толпа, нарядные школьники, их родные учителя. То, что происходило около 9 часов утра, некоторые сначала восприняли как дурной розыгрыш, настолько это казалось невозможным. На школьный двор въехал грузовик, оттуда выскочили люди в масках и с оружием в руках. Они начали стрелять и загонять толпу в школу. Тогда появились и первые жертвы. Три дня маленький город Беслан, о котором сегодня знает весь мир, напоминал большую пороховую бочку. Три дня все жители города проводили на улице в страхе за своих близких. Беслан стал черным от горя. Бандиты не случайно выбрали именно эту школу. Они знали, что в старейшей и очень престижной школе учились более тысячи детей, а значит на линейке будут присутствовать около 2000 человек. Ведь по национальной традиции детей провожают в школу не только родители, но и многочисленные родственники. Их расчеты оправдались. Только детей дошкольного возраста было около 130 человек. Самой младшей из них Алине Сулеймановой было 5 месяцев. 54 часа террористы удерживали заложников. Издевались над ними, морили голодом, угрожали и расстреливали одних, чтобы запугать других. В кабинете русского языка и литературы боевики устроили расстрельную комнату. Террористы ставили к стенке тех, кто плохо себя вел, кричал и не слушал команды. Непослушных в первый же день оказалось сразу 20 человек. После того, как людей расстреливали, их выбрасывали в окно. Детям велели залезть на подоконник и сказали, тех, кто будет шуметь, по 15 человек будем расстреливать. Они стояли на подоконниках, как щит, а из-за их спин стреляли куда попало. В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их тем временем давно просят только об одном – передать детям воду и еду. Продовольствие подвозят в коробках, но террористы не пропускают. На второй день террористы, переговорив с бывшим ингушским президентом Русланом Аушевым, отпустили 26 человек – женщин с грудными детьми. Наверное, это была первая и последняя хорошая новость с момента захвата школы. В перекличках люди проводили время с утра до вечера. Заложников получалось больше, чем по данным штаба. Но родным, видимо, хотелось верить, что в школе 300, а не 1100 человек, и что их ребенок, может быть, где-то заблудился. Иногда чудо случалось. Одной из женщин ребенок позвонил на мобильный телефон и сообщил, что в безопасности. Утро третьего дня для террористов стало последним, как и для многих заложников. Все произошло внезапно. Спасатели пошли в школу забирать тела убитых. В это время в спортзале что-то взорвалось. Когда дети убегали через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли им в спину. К уцелевшим, уже не обращая никакого внимания на пули, навстречу бежали родственники и военные. Заложников ввели, подхватывали на руки. Что это был за взрыв, стало ясно позднее. Террористы растянули бомбы по спортивному залу и прикрепили к стене на скотче. Когда скотч оторвался, раздались несколько взрывов. С этого взрыва и начался вынужденный штурм. Часть террористов отстреливалась, другая добивала из автоматов оставшихся лежать в спортивном зале заложников. Позывные Рубин, Агат и еще десятки других в эфире теперь только кричали об одном. Скорую помощь сюда, срочно! Местные жители руками расчищали коридоры из автомашин и автобусов для машин-медиков. А потом даже устроили что-то подобное эстафете, чтобы быстрее носить раненых. В городе в это время стоял плач и причитание. Плакали женщины, когда узнавали своих родных среди убитых. Плакал офицер, у которого на руках умерла девочка. На следующий день он сказал, все это можно было бы назвать победой, если не знать какой ценой. Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей гибели. По официальным данным погибло 334 человека. Из них 186 детей, 17 учителей, 118 родственников, гостей и друзей погибших. 13 бойцов спецназа, свыше 700 человек ранены. Люди, друзья, граждане Земли, наш призыв состоит лишь в том, чтобы каждый по возможности решил для себя, что мы больше не можем мириться с тем, что рядом с нами происходят ужасные вещи, взрывы, гибель сотен людей от рук террористов. Этот кошмар наших дней, который должен прекратиться. Сколько горя это приносит нам всем. И самое страшное, что никто уже не может быть уверен в завтрашнем дне. Мы не можем изменить прошлое, не можем вернуть жизни погибших, но можем помочь тем, кто сейчас в этом нуждается. Мы все сможем сплотиться для того, чтобы сказать нет террору. Давайте быть честными. Это относится к тем, кто допускает халатность в работе, приводящей к возможным жертвам. Давайте быть внимательными и заподозрив, что в свертке на улице или в подъезде не мусор, звонить в полицию и не бояться этого. Давайте стараться сохранить мир. Пожалуйста, сегодня это прошло мимо нас, а завтра может коснуться. Будьте просто внимательны и осторожны, будьте честны, будьте разумны. Когда-то люди бережно хранили огонь, передавая его друг другу. Огонь жизни был дороже всего. Также передается из поколения в поколение свет подвига. Этот свет помогает людям жить, преодолевать трудности, делает их духовно богаче, чище и благороднее. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже историю всей земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи и музыку. Главное это то, что о них помнят, и эта память не дает померкнуть далеким дням. Одним из таких событий стал подвиг детей, родителей, учителей, военных, в роковых событиях города Беслана. Это те, кто шел в бой за правое дело, выстоял и победил. И те, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова